Я готовлю, знаете что? Никогда не догадаетесь. Да, долма. Но не просто долма, а долма ленивая. Есть же в русской кухне ленивые голубцы. Пусть будет в армянской и грузинской ленивая долма. Итак, у меня есть бараний фарш, у меня есть уже готовый лук, который я пожарил заранее. Я добавляю буквально 3 столовые ложки жареного лука, вот где-то на 350-400 граммов провернутого фарша из баранины. Причем я не снимал жир с баранины, это у меня лопатка, и поэтому перепровернув с жиром, он будет такой более сочный вариант. Добавляю сюда буквально на кончике молотый кориандр. Я знаком с одним армянином, который меня угощал долмой и говорил, что вот в его области делают долму так. Я сейчас не буду называть мне имен, я не помню из какого региона. Он говорит, что если добавить в долму, вернее в фарш от долмы только кориандр, больше ничего, то он делает баранину вкуснее. Черный перец тоже нужно обязательно. Не забывайте, что в любой фарш и перчик, ну и вот в баранина очень хорошо кориандр. Я немного добавлю соли. Теперь нужно все это перемешать. С солью будьте аккуратны, потому что листья соленые, поэтому слегка посолить баранину достаточно будет. Нюхаем, великолепно. Хориандр дает такую нотку, вот я ее еще немножечко усилю. Значит, если у вас есть доступ к молодым и желательно недавно заготовленным листьям, то конечно вы король долмы. Я купил листья во-первых взрослые, ну потому что у меня был доступ только к таким. Пришлось их варить, чтобы они стали мягче. Смотрите, теперь нужно их меленько нарезать, для того чтобы было удобно есть. Варят их, конечно же, еще не только для того, чтобы они мягкие стали, но и чтобы избавиться от лишнего количества соли и кислоты. Нужно на дно кастрюльки, на дно емкости налить масло немножко. И на дно выкладываем слой виноградных листьев. Прям не стесняйтесь, вкус должен быть активный виноградного листа в долме, потому что вы же когда кушаете долму в скрученном варианте, там она же прям чувствуется. Вторым этапом выкладываем рис, ну то есть половину риса. Я все разравниваю, рис у меня уже полностью отваренный и немножко его прижимаю. Я знаю, что часть поваров делает долму наполовину с отваренным рисом, а часть поваров делают полностью с сырым. Но ее приходится очень долго варить в бульоне для того, чтобы влага проникла внутрь и разварила рис. Лично я считаю, что чем дольше ты варишь долму, тем больше вкуса уходит в бульон. Будь моя воля, я бы ее вообще готовил на пару. Фарш выкладываю слоем на рис и сверху накрываю слоем риса. Вы знаете, честно сказать, мне нравится долма, когда мясо в ней гораздо больше, чем риса. А в ресторанах в некоторых понятно, что нужно снизить себестоимость готового блюда. Поэтому иногда, иногда, я таких поваров не знаю, но я видел, бывал в ресторанах, где покупаешь долму, начинаешь ее есть и понимаешь, что там один рис. Но это не серьезно, ребят, надо, конечно, к этому относиться более добросовестно. Там, где есть армяне и грузины, там никто на мясе не экономит. Насколько я понимаю, это блюдо относится и к армянской кухне, и к грузинской, и даже в азербайджанской встречается долма. Но, вы знаете, грузины, которые живут в Грузии, очень как-то ревностно, что ли, относятся. Понятно, что это не распространяется на всех, и я не буду говорить слово «все», но многие относятся очень ревностно к блюду, которое мы знаем как долма. Например, вот моя поездка в Грузию была в мае прошлого года, и я столкнулся с тем, что во многих ресторанах, когда у официантов спрашиваешь, есть ли у вас в меню долма, они делают вид такой, говорят, что? Ну, долма, ты им говоришь, это вот виноградные листья, завернутые с фаршем, с рисом. Они говорят, а, толма! И я прям, ну, вот это чувствуется, что такая ревность у них есть. А, толма! То есть, вроде как ты произносишь неправильно это, да, и вот они тебе еще это подчеркивают, как бы всем свое вида показывая, что у нас это не называется долма, у нас вот, типа, свое это блюдо, и хотя хинкали тоже, вроде, несмотря на то, что это все-таки грузинское блюдо, но и в азербайджанских ресторанах тоже очень часто. У меня есть армянские друзья и грузинские, и одни говорят, да ты что, брат, исторические? Да наши все, это мы придумали. Вторые говорят, как, как, ты что, сомневался, что это мы придумали? Я, конечно, к этой ситуации аполитичен, но, увидев то, что я делаю, и те, и другие меня заражут. Значит, мелкорубленными листьями я закрываю верхушку. Это нужно залить все бульоном, рассолом, ну, чем угодно. Я же предлагаю вам залить ее куриным бульоном, смешанным со сметаной. Заливаю. Вверх-вниз, без конвекции, ставлю в духовку и забываю на 30 минут. Самое время приготовить аджику. Укроп, петрушка и кинза в равных пропорциях я нарежу очень-очень мелко. Все это в чашку. Теперь обязательно острый перец. Значит, если хотите, чтобы аджика была в меру острая, значит, используйте первую половину перчика от носика. Теперь сюда луковица. Красная помягче и также меленькая сначала соломкой, потом поперек. Лук мелко нарубленный я отправляю сюда к траве. Аджика без чеснока, но это не аджик. Раздавив чеснок и очистив, нарезаю его мелко. Затем я беру и насыпаю сюда соль. И, уперев пальцами вот сюда, начинаю протирать чеснок солью. Конечно, все это можно было бы сделать через чеснодавку, но повара же люди ленивые, чеснодавку мыть потом придется. Теперь чеснок отправляю вот сюда и переходим к самому главному, томатной пасте. Однажды я писал статью про шаурму в один глянцевый журнал и столкнулся с одним армянином, который реально делал шаурму вкуснее, чем все остальные. Я отсмотрел примерно где-то, попробовал в десяти точках и мне понравилась очень шаурма и соус, который к ней и все-все-все. Я с ним договорился и находился у него примерно полдня, дабы выяснить, какими же нюансами он пользуется при приготовлении, значит, всего блюда. Так вот, оказалось, что он там все сам маринует, все сам делает и аджику, соус томатный, который он добавляет туда, он делает из томатной пасты. Я прям так заморочился, я говорю, блин, расскажите, как вы делаете. Вот вы сейчас видите, я, можно сказать, раскрываю вам секреты, правильные соусы делают повара, которые вот работают с фастфудом. Все прекрасно знают, что паста богата ликопином, который полезен для сердца. И вот одна столовая ложечка как раз заменяет всю дневную норму. Понятно, что каждый день вы не будете по столовой ложечке томатную пасту есть, но с определенными промежутками времени вы обязательно должны потреблять ее, потому что это незаменимый элемент ликопин, который должен быть у вас в организме. Тем более, что это приобрело аромат. Вот, я всегда радуюсь, когда все получается. Соль, щепотку сахара, потому что в томатной пасте нет ни соли, ни сахара. Да и вообще, по ГОСТу, насколько мне известно, в томатной пасте, кроме воды и концентрата томатного, не должно быть ничего. Обязательно нужно налить сюда растительное масло. Теперь я все это перемешиваю и тянется моя рука к уксусу. К уксусу, потому что в томате недостаточное количество кислоты для нашего блюда, поэтому одна столовая ложка вода водится. У нас же аджика не такая, чтобы намазывать ее на хлеб. Эту аджику я рекомендую делать к шашлыкам. Так, ну что, мне кажется, что пора уже заканчивать. Держать столь чудесное блюдо в духовке. Все сочное очень получилось. Запах самой настоящей долмы. Такое вкусное домашнее блюдо. В соусник добавляем аджику. Ставим ее сюда, к ленивой долме. И приступаем к трапезе, друзья. Блюдо получилось потрясающе ароматным, чего и вам желаю. Следите за моими новыми рецептами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Я всегда этому рад и отвечаю с большим удовольствием. До новых встреч, приятного аппетита и пока!